МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о страшном убийстве. Увидит, что-то трепет она, подходит, рука, терпится. Расчлененное тело человека нашли разбросанным по городу в десятке полиэтиленовых пакетах. Удивился, что пьян. А вы выпивали сегодня, получается? Сегодня нет. Нет? Нетрезвый водитель вдохнул перегаром на автоинспекторов. И новые способы наживы. Оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9730 выполнена успешно. Как мошенники дистанционно обманывают своих жертв на миллионы рублей. Это и не только прямо сейчас. Страшное преступление удалось раскрыть благодаря собаке, живущей на автостоянке в Нижнекамске. Однажды она пришла, держа в зубах человеческую руку. Останки расчлененного тела в десятке полиэтиленовых пакетах позже нашли закопанными в разных частях города. Затем вышли на подозреваемого. Подробности у Лины Зинатулиной. Сперва не обратил внимания, потом на обход сходил. Увидит, что-то требует. Она подходит, рука, терпится. Охранник гаражного кооператива, увидев, с чем играет собака, сразу вызвал полицию. Жуля нашла только один фрагмент. Следователи начали прочесывать ближайший лес. В глубине посадки в колодце обнаружили другие части тела. Нет больше? Да. Сколько пакетов было? Десять пакетов в каждом части тела человека. По отпечаткам пальцев удалось установить личность погибшего. Им оказался 46-летний Нижнекамец, о его пропаже никто не заявлял. В страшном преступлении заподозрили его 63-летнего соседа. Как выяснили следователи, конфликт между мужчинами разгорелся во время распития алкоголя, когда спиртосодержащие жидкости заканчивались. Подозреваемый взял молоток и нанес по голове своего субботыльника два удара. Терпение закончилось. Так оправдывал свои действия подозреваемый во время допроса. Мужчины регулярно не находили общего языка. Что делать дальше, подозреваемый подчеркнул из книг. Чтобы скрыть следы преступления и начитавшись заранее книгу о маньяке, который расчленял тела, он решил повторить его судьбу. После чего он переложил уже умершее тело в ванную, расчленил на 10 кусков тела потерпевшего. После чего в ночное время те куски, которые не помещались уже в холодильник, он вынес в разные части города, где их захоронил. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня подозреваемого привезли в суд. Решался вопрос о мере пресечения. Мужчина свою вину признал полностью. За плечами богатый опыт жизни в заключении. Мер пресечения в виде заключения под проработанного месяца, то есть до 31-го и 18-го года. До конца следствия подозреваемый останется под стражей. Алина Зинатольевна, Алсуар, Расланова, Евгений Лызаев, вызов 112. 30-летняя девушка пострадала в результате столкновения автомобилей «Пежо» и «Хендай». Авария произошла на пересечении улиц Декабристов и Академика Королева. По предварительной версии, водитель южнокорейской иномарки не уступил дорогу второму участнику ДТП. С места происшествия. Репортаж Анны Городновой. Авария произошла прямо на перекрестке. Разбитые автомобили затруднили движение других транспортных средств, поэтому их пришлось быстро убрать с места происшествия. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля «Пежо» направлялся прямо по улице Декабристов в сторону Воровского, но доехать не смог. В какой-то момент прямо перед ним появляется «Хендай». Чтобы предотвратить ДТП, не было времени и расстояния. В следующую секунду сильный удар. Я двигался со стороны Дементьева в сторону. Сворачивал на королево. Так должно было уступить? Конечно. Свою вину водитель южнокорейской иномарки признал полностью. Говорит, на повороте должен был уступить дорогу «Пежо». Он являлся для него помехой справа. В результате сильного столкновения пострадала 30-летняя пассажирка французской иномарки. Она жаловалась на головные боли, но от госпитализации отказалась. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Поймали пьяным за рулем. Потенциально опасного для окружающих водителей автоинспекторы выявили совершенно случайно. Жигули пятой модели они остановили на улице Тецовская для рядовой проверки документов. Тогда и возникли подозрения, что мужчина, находящийся за рулем, не трезв. Подтвердить или опровергнуть это мог алкотестер. Что он показал, знает Альбина Минебаева. За что вас остановили? Ну, запах, алкоголь. Водители Жигулей пятой модели автоинспекторы остановили для рядовой проверки документов. Но подойдя к водителю ближе, почувствовали запах алкоголя. Для того, чтобы подтвердить свои подозрения или их полностью опровергнуть, сотрудники ГИБДД вооружились алкотестером. Прибор показал 0,344 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина действительно был не трезв. А вы выпивали сегодня, получается? Сегодня нет. Нет, вчера выпивали. Нет. А сейчас достаточно получается? Получается, что так. Андрей не отрицать, спиртное употреблял. Но только за день до этого. И считать, что алкотестер показал не совсем верный результат. Говорит, если бы знал, что алкоголь еще не выветрился, за руль точно бы не сел. В таком состоянии он попадается впервые. Однако спорить с результатами прибора все же не стал. Сейчас ему грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Альбина Винебаева, Анафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Вошла в лифт и лишилась сумки с деньгами и документами. Пожилая жительница Казани обратилась в полицию с заявлением об ограблении в подъезде собственного дома на проспекте Ямашева. Она смогла составить фоторобот нападавшего. Мужчина попал и в поле зрения камер наблюдения. Но при просмотре съемок стало понятно, что искать надо не того человека, внешность которого описывала пострадавшая. Почему, знает Айрат Назипов. В конце мая в отдел полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что в лифте ее ограбил неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил сумку с ее личными вещами и деньгами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Они опросили очевидцев и составили фоторобот подозреваемого. Большую роль в раскрытии преступления сыграли камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, подозрительный мужчина вышел из подъезда и, переодев верхнюю одежду, покинул место происшествия. Личный злоумышленник оперативники установили в короткие сроки и задержали в этом же микрорайоне. Своего обидчика заявительница опознала сразу. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, который освободился из мест лишения свободы за аналогичные преступления около полугода назад. Свою вину задержанный отрицать не стал и сознался во всем. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дожидаться суда задержанный будет за решеткой. Айрат Назипов, вызов 112. Отдых на воде едва не закончился трагедией. Начальник Лаишевского поисково-спасательного гарнизона спас троих тонувших людей на реке Меша вблизи населенного пункта Красное Знамя. По предварительной версии отдыхающие решили покататься на резиновой лодке, но перевернулись. Очевидцы вызвали спасателей. Первым на место приехал начальник гарнизона Федор Кузнецов. К тому моменту люди основательно замерзли, не понимали, где берег и с последних сил держались за лодку. Федор Кузнецов, не дожидаясь подмоги, вплавь добрался до пострадавших и, надев на них спасательные жилеты, вытащил на берег. Позже мокрых людей пожарные переодели в сухую одежду, предоставив им свои боевки и передали их в руки медиков. Спасенные госпитализированы в Лаишевскую центральную районную больницу. Стали соблюдать дистанцию. За последний год в Татарстане увеличился рост мошенничеств, совершаемых по телефону или с помощью всемирной паутины. Об этом сегодня заявили полицейские. Какие способы незаконной наживы придумывают виртуальные обманщики и как от них защититься, расскажет Рамиша Айдулин. Оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9730 выполнена успешно. Это одно из последних сообщений массово отправленных мошенниками на телефон татарстанцев на минувшие недели. Поверившие и позвонившие за 4 дня лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Потенциальная жертва, увидев такое сообщение, перезванивает, думая, что в банк и отвечает на вопросы, сообщает все данные банковской карты и пароли, необходимые для снятия средств. Большего злоумышленникам и не надо. Предлоги могут быть разные. Цель одна – выманить конфиденциальную информацию для последующего снятия денег. Впрочем, несмотря на трудности раскрытия подобных преступлений, стражи порядка с начала этого года уже задержали 46 подозреваемых. В данное время у нас зарегистрировано за 4 месяца 1595 фактов. Из них направлено в суд 382 уголовных дел. Как следует из анализа оперативной обстановки, 70% среди этих преступлений – это мошенничества, совершенные дистанционно. Дистанционный обман активно распространен в социальных сетях. Аферисты, взламывая чужие аккаунты, пишут сообщения с просьбой перевести деньги, выдумывая жалостливые истории. Еще один распространенный вид мошенничества – перехваты грузов. Злоумышленники вклиниваются в систему «заказчик-исполнитель», становясь тайным посредником. Первым представляясь водителем фуры, а настоящему водителю – заказчиком. И стараясь не допустить личной встречи, перенаправляют груз куда захотят. В итоге пропадают тонны перевозимых вещей на миллион рублей. Только за эту неделю, говорят полицейские, на территории Татарстана таким образом похитили груз из двух фур. Такие преступления у нас, да, как правило, мы регистрируем их с территории южных регионов, Краснодарский край, Ростовская область. И наиболее такой момент присущий всем преступлению – это очень большие суммы ущерба. Товар достаточно разнообразный – это и металл, и полиэтиленовая крошка. То есть ущерба там по 5 миллионов. Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют всегда проявлять бдительность и советуют никому не сообщать реквизиты и пароли от банковских карт. А в случае подозрений на обман немедленно обращаться в правоохранительные органы. Рамиль Шайдорин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.